Никите 14 лет, с виду обычный мальчишка, но с редким генетическим заболеванием. Родился с большим родничком, который не закрывался до 6 лет и без обеих ключиц, так что плечи держатся на мышечном корсете. Болезнь связана и с отклонениями в развитии черепа. Понять, что происходит с сыном, родители долго не могли. Обратили внимание, что вовремя не сменились молочные зубы. Правильный диагноз поставили только врачи центрального НИИ стоматологии и челестной лицевой хирургии. Операции делали по удалению сверхкомплектных зубов. То есть у ребенка очень много зубов было, лишних, которые, наверное, не дают прорезаться нужным зубам. Проводили вот три операции, они как бы выявили причину, поставили диагноз. Ортодонт сказал, что, в принципе, все возможно исправить, но надо как бы как можно быстрее начинать лечиться, потому что он уже развивается, то есть сформировывается, видимо, там челюсть у нее или как, а при этом зубы не вылазят. Болезнь не дает возможности юноше заниматься тяжелым физическим трудом. Чтобы не давать нагрузку на суставы, Никиту освободили от физкультуры. Врачи разрешили только плавание и легкие прогулки на велосипеде. Но он не унывает, ведь работать можно головой. К слову, профессию для себя он уже выбрал. У меня вот есть любимый урок, общественное знание, ну и история тоже. Ну я думаю, стать каким-нибудь юристом или адвокатом. Мне как-то общественное знание ближе всего, чем тематика или еще что-нибудь. Вот именно там поговорить, какие-нибудь темы, какие-нибудь законы, все такое вот. Я чувствую, что это мое. Операция, которую провели Никите в сентябре, не последняя. Ему необходима еще помощь врачей-ортодонтов. Раньше лечение проводилось по федеральной квоте, но теперь семье нужно найти свои средства. Нужных видов вмешательств в программе обязательного медстрахования нет. Для помощи Никите можно отправить смс на короткий номер 5542 со словом «дети». Ему планируется открыть зачатки хирургическим путем, которые не прорезали, чтобы они прорезались. И нормализовать прикус. У него нет прикуса, без окклюзии. То есть с ним будут работать ортодонты, чтобы реализовать ему челюстной аппарат. Сейчас большие возможности у ортодонтов здесь. Они многое умеют. Никите необходимо установить специальные брекеты на обе челюсти, которые за счет определенного давления будут как бы вытягивать непрорезавшиеся зубы. Следить за брекетами, подтягивать их нужно раз в 2-3 месяца в течение нескольких лет. Там же уже не больница, там уже идет как больше поликлиника. Ортодонтия там же уже не лежат в палатах. Так, надеемся, что все будет хорошо. Стоимость лечения 300 тысяч рублей. Читатели газеты «Коммерсанты» с сайта «Русфонд» соберут 173 тысячи. Общество помощи русским детям США внесет еще 75 тысяч рублей. Не хватает суммы в 52 тысячи. Для помощи Никите отправьте на короткий номер 5542 смс сообщение со словом «Дети». Стоимость одного сообщения 75 рублей. Владельцы айфонов теперь могут перевести пожертвования через мобильное приложение. Другие способы помощи на сайте Русфонда. Наталья Андреева, Василий Терехов. Вести. Калининград.